Книга «Открытым оком», том 4. Вопрос 1331. Тема «Деньги». Почему Бог допускает иногда верующим быть обворованным, ограбленным, обесчищенным и прочие напасти? Может быть, этот человек плохо молился? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Иоанн Златоуст слышал ропот своих прихожан точно по таким же случаям. Притом, это усугублялось тем, что человека обворовывали во время литургии в храме. Ситуация непростая, и объяснение такого вопроса случая нашел только у этого святителя. Он говорит, веришь ли ты, что Бог знал про твои деньги и про этого вора? И веришь ли, что Бог мог не допустить этого? Если даже волос не падет на землю без воли Отца Небесного, тот волос, о котором мы и не расстраиваемся, и не думаем, то тем более Богу известно заранее то, что произойдет с нами, более серьезное. Иоанн Златоуст всегда дает ответ, смотря прямо на конечный результат, на то, достигнем ли мы вечной жизни. И вот, с этой позиции ответ его исключительно безупречен и неотразим. В таком же порядке рассуждай и всегда. Бог хочет, чтобы в нас были такие же мысли и чувствования, какие в нем. Филиппийцам 2.5. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Кавычки закрыты. Бог дал нам эту жизнь и рассчитал, если считать с 20 лет и учиться до старости, до 70, а срок обучения в институте 5 лет, то получается по 10 лет на одном курсе. Псалтырь 89.10. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кавычки закрыты. И мы должны в процессе этого обучения всей жизни стать подобными Ему, исключительно всегда и во всем доверяясь Его замыслам, планам о нас. Чтобы мы доверялись Ему, полагались на Него, верили Ему, когда Гедеон готов был выйти на сражение, Бог хорошо знал сердце каждого воина. И как люди будут возноситься после победы над врагом, чтобы этого не было, а вся победа была приписана Богу, он по разным причинам, трусость, не так пили воду, отсеивает большую часть. И из 32 тысяч рекрутированных на войну осталось только 300 человек. Ясно, что этот дивизион Гедеона после блистательной победы никак не припишет ее своему искусству. Все небесные силы проставляют чудного и непостижимого Создателя. Неслышимые нашим ушам песни и хвалы несутся во вселенной. Любящий Бог хочет, чтобы эти хоры дополнились человеческими голосами, пока что благодарности, а затем просто словословия. Так хочет и Егова. И это его святая воля. 1 Фессалоникийцам 5.18 За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. 2 Фессалоникийцам 1.3 Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. 2 Фессалоникийцам 2.13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению. 2 Фессалоникийцам 2.13 Кавычки закрыты. 3 Фессалоникийцам 2.13 Противник Божий, дьявол, непрерывно подбивает человека на ропот и хулу, этого же самого Адама. Иоанн Затаустый говорит, что дьяволу твои деньги не нужны, он не вор, он человека-убийца и лжица. Все остальные грехи человека ведут к этим двум грехам, к подавлению дьяволу. А убийство и ложь происходят из неверия. 1 Иоанна 5.10 Верующий Сына Божий имеет свидетельство в себе самом, а верующий Богу представляет его лживым. 1 Иоанн, неверующий Богу, представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Кавычки закрыты. Человек пришел в храм и спросить прощения за нарушение воли Божьей, поблагодарить Бога за все, что он дал, за услышанные молитвы, и прославить своего Творца за его откровение, за Голгофскую жертву Сына Божия, за его святую, причистую, пролитую за нас кровь. Дьявол сам говорит святым подвижникам, таким, как Макарий Египетский и Антоний Великий, что нет ни одного богослужения, на которое бы он не являлся. Притом он не опаздывает и раньше времени не уходит. Это самый ревностный, в кавычках, прихожанин. Он и сон навевает, и мечтательные голографические, в кавычках, виртуальные картинки, и помогает измыслить причину, чтобы выйти из храма. В круглых скобках, задыхаюсь, не хватает воздуха, тяжело стоять, расстроился желудок, готов всю службу просидеть в туалете. Маленький ребенок, как бы он ни закричал, и многое другое. Скобки закрыты. Там, где дьявол, князь смерти, туда же идут и его слуги, воры, хулители. Враг души не желает сделать тебя бедным, но желает отнять у тебя доверие к Богу, благодарность к своему Создателю. Как же так? Я стою перед лицом Божиим, а у меня разрезали карман. Да мало того, еще и деньги-то были не мои, а их собрали верующие, чтобы я отвез их нуждающимся, пострадавшим от наводнения. Где же он, Бог? Почему допустил это? Я и стоял аккуратно, и никому не прижимался, и искренне молился, но было жарко, и я снял костюм. Оставляя за кадром эту небрежность, Иоанн Златоуст говорит, что дьявол хочет, чтобы ты возрогтал, и этим он достигнет всего и твоей погибели. Для этого он так все и сделал, и нагнал тебе температуру, и привел карманников. Милостыню подают многие, даже и неверующие, но благодарить Бога, когда с тобой случилось несчастье, доверяясь во всем своему Творцу, этого дьявол терпеть не может и более всего боится. Если ты возрогтишь на Бога, то дьявол рад, задача его выполнена, и он это же с тобой повторит еще не раз. Но если ты хвалишь своего Создателя за такие испытания, то враг, обожженный твоей молитвой, благодарностью Создателю, и близко не посмеет подойти к тебе, ибо он получил совсем не то, чего ожидал. «От наших денег зависит наша жизнь», Иов 2.4, и отвечал Сатана Господу, и сказал кожу за кожу, и за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него», кавычки закрыты. Дважды Сатана подходил к Господу и лгал на Иова, выпрашивая разрешение полностью ограбить и поразить невиданную болезнью праведника. Как говорит тот же святитель Константинопольский, дьявол не мог исторгнуть хулы и недоверие сердца Иова, которое пылало любовью к Господу. Это сердце ослепило Сатану, и он бежал от Иова, закрыв лицо руками. Вот так рассудить искренне, возблагодарить Бога, есть наша христианская обязанность. Жили во свете, во тьму забрели, по морю плыли теперь на мели, вклады, покупки, машины, дома, сеть сатаны, бытовая тюрьма, мало, побольше, об этом мечта, нет ни минуты одной для Христа. В сердце угас возрождающий цвет, руки не руки, а счетчик монет. Дело, работа и ночью, и днем, правде, любви, беспощадный разгром, кто в этом прахе, в беде виноват, горе тому, кто деньгами богат, душу корысть защемила в тиски. Выхода нет без Христа из тоски, плачьте, молитесь, иначе беда. Мы рождены для святого труда, только безумцам легко променять. На мишуру, на ничто благодать, тут приближаются, трубы трубят. Выхода два, или рай, или ад. Родион Березов